Наверное, потом наши презентации будут доступны, но вам подробнее лучше посмотреть. Вот, была Афины курс и ценная библиотека курсов, которые мы делали в свое время, которая лежит в определенном доступе сейчас. Давайте отсудим теперь более общие вещи. Являясь активным исследованием сообщества «ИЛЕОНИ», я обратил внимание, что почти никто не воспринимает википедию должным образом. То есть много разговоров о том, что «да, как-то хорошо, 2.0 пришел, пока вы смотрите википедию», но чтобы преподаватели рассматривали википедию, как серьезный источник при помощи-при помощи, которого можно обучать – большой степень. Вот препятствия к тому, к этому я попытался сформулировать вот в таких вот бумагах, да. Во-первых, препятствия существуют в самой википедии. Технические препятствия, ну например, если вы работаете в гуманитарном вузе, то такая вещь как отсутствие простого визуального редактора статей является большой держащим фактором. Ну, я делал статьи в википедии, скажу, что несмотря на то, что я в HTML работаю, допустим, уже почти 20 лет, но мне не всегда приятно работать просто с… правильный тэпик, условно говоря, да. Это достаточно утомительно. А для преподавателя визуального изобретения литературы это неправильная ценность. Просто фактором, который ограничивает ее… Даже если она любит википедию, она тогда не полезна. То же самое нет простого средства для совместной работы над контентом. Если кто-то помнит проект Google Wave, да, помните, да, как вам было интересно, сделана совместная работа. Ну и вещь, которая обращена, наверное, к вики-сообществу. Нет взглядового произведения википедии в среде вне википедии. То есть, хотя в википедии, ты уже можешь пойти там в хелп, посмотреть, что, как… Я прошу прощения, может быть, Анатолий, у вас был услуг, у меня как раз есть был бы такой популяризация украинской википедии. Да, я не википедисты. Да ладно, дайте этого, конечно, на здоровье. Разбудите, я понял. Ну, послушаем, здоровье. Ну, то есть, хотелось бы присутствовать на википедии не только внутри самой википедии, но и вне, ну, хотя бы, можно сказать, не только в новостях, но и в каких-то учебных материалах, например, да. Те препятствия, которые исходят от образовательной стены на википедии, ну, прежде всего, конечно, негативное мышление, это то, о чем говорилось, в том числе и следующий автор, да. Переход от индивидуального авторского коллективного, это тоже можно отменять, тебе надо лучше, чем на нас, да. Это сидит внутри нас. Это вот я автор, и кто придет и грязными руками начнет меня бравить, да. Кто ты такой, кто меня... Пусть то, что у меня будет плохая статья, она будет моя. Понимаю. Ну, и дальше вещи идут, такие достаточно интересные, да. Википедии не реализуют траекторию обучения. Конечно, очень хорошо читать статьи. Но обучение — это не статья, это не чтение статей. Это как минимум чтение статьи в определенном варианте, да. Правда. Пишите одновременно. Да. То, что касается и первого. В соответствии с этим, вот таким вот мифом существуют. Мифы. Потому что не совсем мифы они, но в большей степени мифы, да. Первое. Почему я должен учить статьи непростоверчивых? Статьи не научных. Бесплатный контент не может быть качественным. Это вот тессы, которые конкретно мне высказывали при дискуссии с нами. Нет ценности изложения материалов. Как будто бы учебники у нас цели, да. Угензиана опирается на то, что сегодня есть, а завтра может пропасть. То есть я выбрал 40 статей, а из них 20 пропал. В среде обучения принято использовать таксономию ГУМа, да. Это низшая, так сказать, степень обучения и до-высшая, да. То есть мы начинаем со знаний, то есть просто изложения факторов. Потом идёт понимание, потом использование на более высоком... То есть одно дело знать определение интеграла, а другое дело уменьшить интегрирование, да. А дальше анализ символ соцентра. На мой взгляд, конечно, в виде виде присутствуют нижняя часть и верхняя. А вот среднее использование очень важно или нет? Сейчас, у меня два вопроса. Что надо, чтобы научиться делать среди других хороших учебных курсов? Отказаться от иерархических структур. Разбить курс на более мелкие части, квантов ранее, так называемые. Это больше соответствует технологии вида. Отделие, кстати, и магида. Договориться сначала в сообществе о скидке в данной дисциплине, прежде чем начинается сейчас. Договориться о связи между квантами вообще и о желаемой траектории обучения. Как это реализовать в виде технологии вида, честно говоря, не знаю. Но это надо обязательно делать. Обратить особое внимание между дисциплинатным планом. Это там, где пересекается разная дисциплина. И решить вопрос, как же в ВИКе организовать контрольные мероприятия. Ну и вот последнее времени нет. Поэтому быстро дошли до последнего вопроса. Это буквально вчера ночью, когда люди, почитав мою презентацию, начали спорить между собой. Наверху это один из преподавателей сообщества. Требироваться на научных статьях. Да. Вторая фраза, это принадлежит твоему коллеге, бывшему институту, который сейчас работает в Чикаго. Занимается, к сожалению, финансами, а не образованием. Но он тоже большой сторонник пикетит. К сожалению, нам придется сталкиваться вот с теми людьми, а не с этими. Эти песни не надо нам... Они и так... Но они не будут для нас статьи писать. Они, может быть, какие-то другие. А вот как вот этих людей нам обернуть свою веру? Давайте подумаем вместе. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ